Всем привет! В этом видео я бы хотел поговорить о монетах в Geometry Dash. Монеты в Geometry Dash довольно прикольная штука, за них можно получать различные ачивки, иконки или цвета. Существует три вида монет. Золотые, то есть официальные монеты, которые можно собрать на официальных уровнях или получить за прохождение мопаков. Серебряные монеты, которые можно собрать на пользовательских уровнях. И бронзовые монеты, которые находятся на тех же самых пользовательских уровнях, но при этом либо уровень не оценен, либо монеты на нем не проверены. Но сегодня я бы хотел поговорить только про золотые официальные монеты, а именно про те монеты, которые легко собрать. Сейчас я буду создавать топ из самых легких монет, разбирая каждый официальный уровень. В топ не будут входить самые легкие мопаки, за которые можно получить монеты. Что ж, я думаю, что можно приступать к разбору уровней. Начнем, конечно же, с первого уровня, который называется Stereo Madness. Я уверен, что вы все его знаете. Так вот, первая монета на нем довольно легкая, как в принципе и вторая. Последняя же монета сразу отлетает в сторону, так как она сложнее двух предыдущих. Следующий уровень это Back on Track. Первая монета на нем, по моему мнению, довольно легкая. Вторая монета тоже. Да и вообще, мне кажется, что ее будет легче собрать, чем лететь внизу. Третья монета на этом уровне, как по мне, сложнее двух предыдущих. Третий уровень, Polargeist. Опять же, первая и вторая монеты не сложные, а третья уже сложная. Далее идет Dryout. Первая и вторая монеты, как по мне, не особо сложные. Третья монета немного посложнее, но я бы не сказал, что она очень сложная. На Base After Base монеты довольно легкие, а уж последняя вообще очень легкая. На Can't Let Go все монеты примерно на том же самом уровне, все они не сильно сложные. На Jump'ере довольно сложная монета, только первая, остальные же все легкие. На Time Machine первая и вторая монета немного сложные, третья монета там легкая. На Cycles первая монета легкая, а две остальных, как по мне, довольно сложные. На X-Step все монеты довольно-таки непростые. На Clutterfunky, Theory of Everything и Electro Man Adventures тоже достаточно сложные монеты. На Club Step, естественно, сложные монеты, не считая первой. На Electrodynamics все монеты на одном уровне, они не очень сложные. На Hexagon Force, как мне кажется, все монеты довольно легкие. На Blast Processing не особо сложные монеты, но и не сказать, что легкие. На второй теории достаточно легкая только последняя монета, а две остальные, как по мне, сложноваты. Кстати говоря, на Geometrical Dominator также, последняя монета легкая, а две предыдущих сложные. На Deadlocked первая и последняя монета достаточно сложные, а вторая легкая. И, наконец, последний уровень. На нем сложная только последняя монета, а другие легкие. Теперь надо выбрать самые легкие монеты со всех уровней. На Stereo Madness все монеты легкие, но я считаю, что первая самая легкая. На Backon Track самая легкая монета, вторая. На Polargest первая. На Dryout вторая. На Base Afterbase третья. На Cantlet Go первая. На Jumper вторая. На Time Machine третья. На Cycles первая. На X-Step первая. На Clutterfunky вторая. На Теории первая. На Electro-Man Adventures первая. На Club Step первая. На Electrodynamics вторая. На Hexagon Force первая. На Blast Processing вторая. На Теории второй третья. На Geometrical Dominator третья. На Deadlocked вторая. На Fingerdash вторая. Теперь мы знаем, какие монеты на уровнях самые легкие. Но это еще не все. Надо выбрать 10 самых легких монет со всех уровней и расставить их по порядку. На 10 месте первая монета на Electro-Man Adventures. Как мне кажется, она заслуживает 10 место, потому что она легкая. На 9 месте у нас первая монета на Hexagon Force. Как вы видите, она тоже очень легкая. На 8 месте вторая монета на Джампере. На 7 месте первая монета на Cycles. На 6 месте первая монета на Can't Let Go. На 5 месте вторая на Дроялке. На 4 месте первая монета на Polargeist. На 3 месте третья монета на Base After Base. На 2 месте первая монета на Stereo Madness. И наконец-таки на первом месте вторая монета на Backon Tracker. Я думаю, здесь даже ничего объяснять не надо. Вы и так видите, что она очень-очень легкая. Вот и все. Наш топ 10 самых легких монет в Geometry Dash готов. Это было мое мнение, и если вы с ним не согласны, то напишите в комментариях, какие монеты вы считаете легкими. О легких монетах мы поговорили, но это еще не конец видео. Я хотел бы вкратце рассказать об официальных монетах, которые я считаю сложными. Лично мне кажется, что третья монета на Fingerdash одна из самых сложных. Также вторая монета на Clubstep довольно-таки сложная. Третья монета на Deadlocked. Вторая монета на ElectroMan Adventures. И третья монета на X-Step. Ну и как же без третьей монеты на Polargeist? Я думаю, что в свое время она каждого бесила. Да и если честно, она для сих пор для меня остается одной из самых сложных монет из официальных уровней. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пишите в комментариях, какие монеты по-вашему самые легкие из официальных уровней. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...